Не любви Время рубежа, конца 60-х, начало 70-х было переломным и оно родило свой стиль. В моде была непонятность, таинственность, странность. Тогда не было, как сейчас, культа тела, был культ души, а выражение духовное здоровье вообще считалось ругательным. В одном из знаменитых стихотворений Евтушенко, пытаясь высказать неприязнь к одному из персонажей, сказал, что у него смертельное духовное здоровье. И вот голос Елены Камбуровой, весь ее облик, ее стиль был так органичен в духовной атмосфере времени, и даже более того, он ее создавал. ПЕСНЯ ПЕСНЯ У меня все время он прикажет, что же вы не поете о любви, что же вы не поете о любви ни одной песни. У меня действительно были программы, хотя все эти песни, они были наполнены любовью. Просто не, ведь любовь, это понятие такое очень объемное. Это любовь, не побоюсь этого слова, к человечеству и к человеку как таковому, и к каким-то самым потаенным, затаенным чувствам. ПЕСНЯ 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 событий доли синеей хоть на час хоть и нами хоть во сне хоть мечте у меня вообще ее голос это смесь флейты гобоя это это звучание выше просто человеческого голоса это звучание совершенно не бывшего в природе инструмента это какая-то и оловы лиров понимаете который трогает который от ветра вдруг возбуждается звуком и вот что такое для меня лена сочетание невероятного лиризма и невероятной остроты сарказма едкости но все перекрывающий лиризм это удивительно весенний лес мне чудится постой прислушайся на свой язык записываешь певучий на самом деле я всегда была как бы в подполье самом начале чуть-чуть прозвучала на юности а потом началась очень серьезная цензурная значит замки понавешали на поэзию все 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 вот и ничего даже самые меня вот поражает что самые безобидные песни которые уже тогда были записаны фокусник окраины да тут же ленька королев ведь это перестала звучать и я понимаю почему интонационно я не совпадала все считала с минором это были просто размышления на тему и и и и и и Очень много, наверное, о вас говорит, важно. Вы любите свой дом. Надо, чтобы тебя окружали предметы, которые тебе приятны. Вне зависимости от того, как принято сегодня. Вот принято сегодня евроремонт, евростандарт, вот так можно, да? Я, например, очень поразилась, когда первый раз попала в квартиру Булата Акуджава. Я увидела, боже мой, как хорошо. Вот как оно по мере того, как приходило в жизнь, оно и оседало на стены что-то, что-то на стол, что-то на письменный стол. И так они, эти предметы, начинали проживать просто в этой квартире. Я представляю вас за этой пиалкой. Вот мне ее недавно подарили. Она настоящая прялка, и я очень хочу научиться ей владеть. А что вы будете делать с этой пряжей? У меня дом в деревне, и там еще остались жители, которые давно там живут. Там огромное количество овец. Чуть-чуть какую-то инициативу проявить, и дальше из этой шерсти ее сначала спрясть, потом сделать из нее носки, что-то еще, потом это продавать. Это будет приносить им, казалось бы, так просто, да? Ну а что? Вот так бы мы театром существовали. Что-нибудь бы делали руками, и потом на это спектакли бы готовили. Ну, товарищи, смелей идите, счастье борьбы наступает. Знамя свободы, горло несите, строги наш врагу вступает. Я в ней замечал иногда абсолютное отсутствие практичности с желанием все-таки быть практичным. То есть желание быть практичным есть, но возможности нет. В России нужде наши дети вырастали, В охоте одной без сапог. От разных болезней, как бухи вмирали, Твердили, что так хочет Бог. Мы живем в филитонной эпохе. Вот по Герману Гесс, Такой эпизод, Вот мы живем в филитонной эпоху. То есть духовность была, есть, Но как бы не могут ей места как бы найти. Так что вот нужно хотя бы начинать с этого, С маленького такого островочка, Который, может быть, каким-то чудом ветры присоединят к общему материку. Потом этот полуостров начнет влиять на всю остальную сушу. И может быть, потом постепенно, кто знает. А где будет театр? Где будет он? Это очень неплохое место на карте Москвы, Потому что театр виз-за-ви с Новодевичьим монастырем. А он очень красив. Это может быть одно из самых красивых мест в Москве по пейзажам. Я там ходила в Моссовет, Я выступала перед Лужковым в мэрии. Понимаете, то есть нужно было доказать, Что такой театр нужен. Но убедить на сто процентов, я думаю, что не смогла, Судя по тому, как идет наш ремонт. Сегодня есть очень много коллективов, которые называют себя театр песни. Они есть и в Москве. Очень многие наши выдающиеся мастера, работающие в этом жанре, имеют свои театры. Однако, несмотря на то, что театр песни Елены Камбуровой будет в Москве не единственным и не первым, Тем не менее, в зрительском сознании вот это понятие всплыло впервые именно благодаря ей, Благодаря ее исполнительскому мастерству. Вот открыт полаганчик для веселых и славных детей, Смотрит девочка и мальчик на дан королей и чертей. И звучит эта адская музыка, забывает унылый смычок, Страшный черт ухватил карабузика и стекает клюквенный сон. И в Москве вы оказались, вы поступили в церковое училище. То есть я поступала в Щукинское училище и чуть было не поступила. Но вот на последних шагах я была буквально... Ну, просто это как раз был год поступления, Когда учитывалось, что должен быть очень хороший рост, В общем, все в соответствии. Я читала очень такой героический репертуар, И, как мне сказали, вот было не совпадение. А почему именно церковое училище? Или мне кажется? Нет, не кажется. Когда не очень представляешь себе, что и как, И вот период растерянности, и вот в этот момент тебе говорят, О, есть такое интересное училище, Там вообще вот только на... Ну, вообще-то оно готовит клоунов и цирковых артистов. Но вот с этого года там решили такое отделение Эстрадных певцов, чтецов, Когда хотела стать укоротительницей тигров. В общем, для меня цирк – это всегда что-то очень романтическое. Мне очень жаль, что я не воспользовалась по-настоящему пребыванием своим там. И не стану укоротительницей тигров. Я случайно записала несколько песен на радио, «Станция юности» песен Набыла Матвеевой. Они так были пропеты, даже не столько пропеты. Я шептала в них, наговаривала. Это было органично, соединялось с этими песнями, А потом и две окуджавские песни. Они были довольно органично исполнены, И поэтому это давало основание людям, которые были рядом, взрослым, Мне говорить, чтобы я не занималась голосом, Потому что это все испортит. Они имели в виду вот этот филармонический вокал, Что если я им овладею, то, конечно, вот это все действительно пропадет. Ботинки надеть нельзя без расходов, В них можно стоять и сидеть в любую погоду, Но портить подошву ходьбой не так по душе мне. Я ночью приду к вам босой, Так будет дешевле. Сегодня трудно поверить, Но пение с микрофоном в то время Было еще недостаточно привычным. Всерьез шли дискуссии в прессе о том, Имеет ли право певец считаться настоящим певцом, Если он работает с микрофоном. Консервативное большинство, Которое благослонно относилось к карикатурам и пародиям на Битлз, К примеру, Считало, что нет, не может такой певец называться настоящим. И всеобщая микрофонизация эстрады Признавалась не необходимостью времени, А длитворным влиянием запада. Вот это гриб-краб, Как задыхание, Еле улавливались бы слова, Но как вот такое задыхание. Ну, разница, да. Потише и как бы чуть подальше, Они разница должна быть, да. Били-били. Гриб-краб. Вот такое вот сильно попытаться, да, Попытаться сделать, да. СМЕЯЛСЯ КУЗНЕЦКИЙ ЛИШЬ ОДИН Я ГОЛОСОЙ НЕ ВНЕШИ ВВОИ ЕМУ Подошел и вижу ГЛОСА ЛОШАДИНЯ ГЛОСА ЛОШАДИНЯ ГЛОСА ЛОШАДИНЯ ГЛОСА ЛОШАДИНЯ ЛИШЬ ОДИНЯ Я поняла, что микрофон – это музыкальный инструмент, благодаря которому, так же, как камера, которая, когда ее не было, то театральные актеры говорили только так И только с таким посылом. Вот так они разговаривали, только так. И они не могли говорить вот так, как мы с вами, зритель бы ничего не услышал. Я, начинающий композитор, написал песню для спектакля в театре на Таганке. И я решил наложить на фонограмму свой голос. И происходило это в Доме звукозаписи. И вот я пою. Голос у меня, как говорит мой друг Миша Долинский, бас-фальцет непередаваемого оттенка. И вдруг из дверей появляется такое чудное создание. И говорит, я Лена Камбарова. Можно я эту песню у вас возьму и спою? Вот так совершенно, как говорит Шпаликов, из ничего и ниоткуда она возникла. Но уже возникнув, она из моей жизни никогда не исчезала. И главное, что у меня появился наконец-то голос, для которого я пишу и буду писать. Мы записали даже реквием Ахматовой. И Лена выступала, окруженная хором МВД. И это было для реквием Ахматовой просто замечательно к месту. И это было для реквием Ахматовой. И это было для реквием Ахматовой. И это было для реквием Ахматовой. Огромная удача моей жизни, счастье, это Фаина Георгиевна. Вот уж действительно, это абсолютный случай, это не мираж. Случай, что впервые, прочитав на радио Нунчу Горьковскую, вот я там не пела, я читала. И вдруг приходит письмо на радио. И вот Фаина Георгиевна мне написала. Притом она так и написала, что пишу впервые на радио. Ну, в общем, мне было даже трудно поверить, что это именно она написала. И только через какое-то время абсолютный случай привел меня в ее дом. И когда она спросила, вот кто я, я сказала, что не вы ли писали письмо. Вот только тогда началась она, говорит, ой, деточка, хорошо, что вы не Фифа. Где же ты, мечта, где же ты, моя мечта? Я вдаль гляжусь, надежда. Тахта, и вот этот вот журнальный столик, который там стоит, и еще один предмет. Вот все это осталось, и главное, это самые главные предметы ее быта были. Потому что последние годы она у нас в основном была дома, никуда не выезжая. Она в основном лежала на этой совершенно неудобной тахте. И я никогда не забуду эту пустую квартиру, в которую я вошла. Вот эти три предмета остались, никто не знал, что с ними делать. Вот, я их взяла, и они начали у меня проживать. Вот, я их взяла, и они начали у меня проживать. Кто еще из взрослых людей, когда вы были маленькая, на вас как-то повлиял, зацепил вас вниманием своим, что вы, знаете, впитали человека в себя? Я как-то так получила, что детское вот это ощущение, оно было лет до 30, 30 юного так, понимаете? Это не важно, как я сама уже читаю с другими людьми, но у меня-то свой ритм существует, и я себя ощущаю. Мне кажется, что это вообще вот это свойство, так до 30 себя чувствую, это свойство вообще поколения. Может быть, может быть, потому что ты не можешь состояться, потому что ты все еще как-то паркаешь, все никак не можешь выйти из состояния черновиков. Вот, да, в этом есть и плюс, и минус. Осень прозрачное утро, небо как будто в тумане, Талиста, но впервом утром, солнце холодной дали, Где наша первая встреча, яркая, острая, тайная, Тот летний памятный вечер, милая, словно случайная. Кончается 20 век. И если самое начало его – это лишь черно-белые фотографии и редкие звукозаписи голосов, в которых почти не разобрать слов, то середина века очень хорошо озвучена и очень хорошо записана. И если тот, кто будет жить в 21 веке или, даст Бог, дальше, захочет услышать наши голоса и понять нашу интонацию, он обязательно заметит среди моря голосов, среди моря звукозаписи голос Елены Камбровой. И, может быть, поймет о ней гораздо больше, чем мы сейчас. Для меня смотреть на свечу – это огромная часть моей жизни. Для меня это очень важно. Для меня очень важно смотреть на то, как течет река. Вот в этом я вижу деяние Господа Бога. И в то же время я вижу массу людей, которые совершают, по всем правилам живут, соблюдают пост, все правильно. А по какой-то большой своей сути у них нет этой доброты настоящей. То есть они самое главное, ради чего все это, они так мимо себя и пропускают. Это очень похоже на людей, которые зачитаны до, вот так, прочитали всю литературу, все знают. И очень сухие люди, очень недобры. Понимаете, то есть вот это меня вот как-то настораживает. И это то, в чем я не могу разобраться. Я ничего не говорю, но я разбираюсь в этом. Не могу разобраться. То в кольбне гулять на свете, То в коляске, то вверху, То в кибитке, то в карете, То в телеге, то пешком, Не в наследственной перлоге, Не средеческих могил, На большой мне знать дороге, Умереть Господь судил, На каменьях под копытом, На горе под колесом, Или вору водой разобретом, Под разобранным мостом, И чума меня подцепит, Или мороза костенит, Имя в лоб, шлагбон в лепит, Непроворный инвалид, То ли дело быть на месте, Помяснить-ка и разъезжать, О деревне, о невесте, На досуге размышлять, То ли дело рюмь корова, То ли дело, рюмь корова, То ли дело, братцы, дома, Ну пошел же погоняй! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok